Приветствую! На связи Александр Поляк, и это 22-й выпуск малоизвестных фактов о GTA San Andreas. Напоминаю, что здесь мы рассматриваем различные детали оригинальной игры, которые в первую очередь относятся к её ПК-версии. Приятного просмотра! Участники уличных банд ходят по своим районам компаниями по несколько человек, и когда две такие компании из одной и той же банды пересекаются, то иногда два гангстера по одному с каждой стороны могут поприветствовать друг друга особым жестом. Необычно пожимают руки, толкаются грудью и так далее. Это необычное взаимодействие случается довольно редко, и чаще всего гангстеры просто следуют друг другу навстречу, а затем расходятся, что больше похоже на сбой в скриптах игры. А прежде чем мы продолжим, пару слов о проекте Online.RP. Это GTA San Andreas, в которую вы бесплатно можете играть с друзьями на Android. Проект основан на режиме ролевой игры и включает в себя кучу возможностей, а специальный промокод даст вам целых 120 тысяч единиц игровой валюты, что будет очень полезным подарком в начале игры, и поможет приобрести машину или даже присмотреть себе дом. Установка очень простая, следует скачать файл по ссылке в описании и установить на свой телефон. Затем после завершения загрузки в настройках надо вписать имя, под которым вы будете играть. Выглядеть это должно именно так, как на экране. Ну и в завершении останется лишь выбрать сервер, на котором вы начнёте игру. Собственно, из всех доступных я советую идти на второй сервер. В общем, это отличная возможность играть в San Andreas по сети прямо на своём телефоне. Заходите на второй сервер и, конечно же, используйте полезный промокод. Ссылка в описании. В видео, посвящённом официальному путеводителю по GTA San Andreas, кстати, посмотрите его, если хотите узнать больше занятных мелочей о мире игры, я затрагивал магазин Zip, который, как мы узнали, был основан в Сан-Фьерро в 1974 году, и также, что именно в этом городе находится главное здание данной сети. Чуть позже я решил ознакомиться с историей настоящего магазина GAP, с которого, как известно, и был срисован Zip. И, как выяснилось, эта игровая пародия оказалась более проработанной, чем кажется на первый взгляд. Оказывается, что сеть магазинов GAP была основана в Сан-Франциско, и её основное здание также располагается там. Основан этот магазин был в 1969, и здесь разработчики GTA San Andreas уже решили допустить отличия, но при этом расположили дату не столь далеко от настоящего прообраза. В Лос-Сантосе в районе Вайнвуд присутствует вот такое место. В сюжете оно затрагивалось разве что в погоне за OG Lock'ом ближе к концу игры, и происходит это так быстро, что заострить внимание на этой местности игрок просто не успевает. Но на самом деле тут есть о чём поговорить. Судя по внешнему виду, это что-то вроде теннисного клуба, по крайней мере ни о чём другом эти оборудованные площадки не говорят. Однако в таком обустройстве карты разработчики допустили ошибку, так как на самом деле это должен быть гольф-клуб, что подтверждает официальный сайт игры, где сказано, что в этом месте богачи играют в гольф. И кто-нибудь мог бы возразить, мол, ошибка может быть не в карте, а в упоминании игры в гольф, чего разработчикам просто не следовало делать. Но более точный ответ на эту тему нам даёт GTA V, где в расширенном и более проработанном Лос-Антосе вновь было показано это место, где уже безошибочно из него был сделан гольф-клуб. А заглянув в настоящий Лос-Анджелес, лично мне стало очевидным, что прообразом для разработчиков послужил загородный клуб Лос-Анджелеса, он так и называется. И несмотря на наличие других гольф-клубов, конкретно в этом случае заметно и схожее расположение, и сходство зданий, и даже в определённой степени схожие названия. Кстати, поблизости к этому месту в жизни можно найти открытые теннисные площадки. Может быть разработчики решили совместить гольф и теннис в одном игровом объекте? Если так, то решение очень странное. В любом случае вопрос остаётся открытым, и единственное, что могу сказать, так это то, что судя по картам ранней версии игры, здесь уже изначально не собирались создавать поле для гольфа, хотя отсылающее к гольф-клубу здание уже вроде как присутствовало. Зато вот на севере Лас-Вентураса переработанную модель этого дома использовали действительно по назначению и добавили к нему соответствующее поле. Из всех парикмахерских штата больше всего в игре встречается салон с парикмахером, являющимся приверженцем культа Эпсилон. Кстати, полный разбор этого культа вы сможете найти на моём канале и по ссылке в описании. Так вот, когда игрок посещает эти парикмахерские, Эпсилонист часто может сказать какую-либо фразу, которая сразу выдаёт в нём приверженца этого религиозного течения. И эта история очень смахивает на отсылку к парикмахеру Элвиса Пресли, Ларри Геллеру, который, как известно, в своё время стал духовным наставником знаменитого артиста, и именно ему Элвис доверял в подобных вопросах. Ну и конечно, не будем забывать, насколько разработчики GTA любят отсылать к этому культовому исполнителю. В задании воссоединения семей есть одна крутая скрытая возможность, которая заключается в пополнении здоровья с помощью дам лёгкого поведения. Но даже несмотря на то, что многие новички об этом могут даже не догадываться, в целом это уже не такая уж неизвестная вещь, поэтому я бы не стал об этом упоминать, если бы не одна ещё более малозаметная мелочь, которая меня очень удивила. Проходя это задание в очередной раз, я заметил, что если изначально у каждой девушки имеется полное здоровье, то после того, как она поцелует СиДжея, уровень здоровья станет очень низким, то есть девушка не просто пополняет силы главного героя, а отдаёт ему свои собственные силы. Выглядит это как что-то сверхъестественное, но при этом вещь весьма впечатляющая. Как известно, если при высоком уровне розыска, начиная с четырёх звёзд, использовать воздушный транспорт, то со временем главного героя начинают преследовать истребители, которые попытаются его сбить. Однако, по какой-то причине, это не работает при полёте на АТ-400, самом крупном доступном самолёте в игре, который можно найти в ангаре в аэропорту Лас-Вентураса. Может быть, в этом даже есть определённый смысл, ведь это тот самый пассажирский самолёт, который в игре используется авиакомпанией для перелётов из одного города в другой, и правоохранительные органы могут опасаться, что вместе с преступником они уничтожат потенциальных мирных пассажиров. Любопытный сюжетный момент встречается в отношениях СиДжея и Майка Торена. Когда в Сан-Фьерро произошла их первая встреча, Торена направил пистолет на главного героя, а когда ближе к концу сюжета состоялась их последняя встреча, всё произошло наоборот, и уже СиДжей направил ствол на Торена. Кстати, в обоих случаях используется одна и та же незадействованная в свободной игре модель пистолета Glock. Вполне вероятно, что это сюжетное совпадение было намеренно продумано в сценарии. Уж слишком хорошо это выглядит, и именно такой приём мы могли наблюдать в первой и последней миссии GTA San Andreas. Если кто не помнит, советую глянуть первый выпуск малоизвестных фактов. Кемпер Кемпер — один из тех автомобилей, которые нельзя изменить в тюнинг-салоне. Единственная возможность хоть как-то повлиять на его внешний вид — это воспользоваться перекраской, которая даст нам не случайное сочетание цветов, а одно из заранее заготовленных разработчиками комбинаций. Одной из них является сочетание красного, тёмно-жёлтого и чёрного цветов, что является отсылкой к Германии, ведь этот автомобиль срисован с немецкого Volkswagen Type 2, выпускавшегося в 1950-60-х годах. И более того, любители этого авто довольно часто предпочитают устанавливать на свою машину определённый вид дисков, и удивительно, что в игре у Кемпера сделали очень похожие диски, будто разработчики действительно учли сложившуюся культуру тюнинга. На одном из промо-сайтов GTA San Andreas под названием «Рэп-звёзды западного побережья» имеются обложки альбомов Mad Dog, среди которых заметна отсылка к альбому группы The Dog Pound. Эта деталь уже сама по себе любопытна, но также из этого можно развить мысль, что Mad Dog неправильно соотносить исключительно с таким известным артистом, как Snoop Dogg, что в принципе привыкли делать многие игроки. Данный персонаж — это очередной собирательный образ, состоящий из разных отсылок, что часто предпочитают делать в своих творениях разработчики GTA. Наверняка каждый хотя бы раз замечал, что при бездействии игрока, СиДжей иногда напевает строчки из песен, причём таких песен, которые звучат на внутриигровом радио. То есть по задумке разработчиков подразумевается, что главный герой ранее как бы услышал эту музыку по радио, и теперь напевает её, когда становится скучно. Однако с годами у издателей истёк срок законного использования некоторой музыки, и во всех версиях игры, выпущенных после 2014 года, такие песни были удалены. И так любопытно получилось, что в число удалённых песен вошло две композиции, которые также иногда напевает СиДжей, а его напевы, как вы могли догадаться, из игры никто не вырезал. Сейчас я их покажу, а ссылки на оригинальную музыку оставляю в описании видео. Игровой ошибкой или чем-то подобным это назвать нельзя, но при этом произошла вот такая занятная коллизия, и парочка, казалось бы, не особо значимых высказываний главного героя в новых версиях игры, теперь имеет некоторый исторический смысл, отсылающий к более ранним версиям GTA San Andreas. Буду рад вашим оценкам и отзывам к данному видео, также приглашаю подписаться на канал с включением всех уведомлений, чтобы всегда быть в курсе о выходе нового материала по GTA. На связи был Александр Поляк, до встречи!